Добрый день! Мы снова вместе в студии Екатерина Абрамова. Сегодня православные во всем мире отмечают вход Иисуса в Иерусалим. В России этот день называют вербным воскресеньем. Строго говоря, в этот день принято освещать пальму, но в России с пальмами как-то не сложилось климатически, поэтому освещают вербу. Об этом и многих других событиях в нашей программе сегодня. С годами Чернобыль превратился в бренд. Сегодня на нем делают деньги. К примеру, взрыв на атомной станции положен в основу сюжета компьютерной игры «Сталкер». Пользователю предлагают погрузиться в зону отчуждения, где, несмотря на смертельную опасность, по-прежнему живут люди. Все это, надо сказать, недалеко от реальности. Покинутая Припять сегодня туристический объект на Украине. И с каждым годом он лишь набирает популярность. Самый дешевый тур в зону обойдется в 30 долларов. Что же там можно увидеть сейчас, знает наш корреспондент Илона Линнард. Она только что вернулась оттуда. Маршрут «Киев-Припять» до зоны 110 километров. Туда нас везет Антон Юхименко, гид по радиоактивным местам. По дороге Антон выдает нам подозиметру и зачитывает правила, что можно и главное, что нельзя делать рядом с Чернобыльской АЭС. Должна быть закрытая обувь у вас обязательно. Должны быть закрытые штаны. Запрещается принимать еду на свежем воздухе. Запрещается также ставить на землю фото и видеотехнику. КПП «Детятки». За колючей проволокой территория, сдобренная радионуклидами. Свободный доступ туда запрещен. Но нас пускают. Антон в зоне свой. Что-то стоит там, видишь, договаривается. Смотри. Ага. Улыбается идет. Значит, все нормально. Гостиница «Припять» в Чернобыле. Наше пристанище на ближайшее время. Здесь мы переоденемся в одежду, которую потом выбросим, чтобы уж наверняка не привезти домой радиоактивную пыль. Ну вот такие вот здесь спартанские, можно сказать, условия. Вместо обычного мыла туалетного лежит мыло хозяйственное. Именно оно лучше всех смывает радиацию. Через полчаса мы в Припяти. Это уже так называемая 10-километровая зона отчуждения, о чем сразу же напоминает дозиметр. Даже в машине, с учетом того, что здесь все-таки металлическая обшивка, то у нас наш прибор... Антон, извини, рыжелесо, он где? Сейчас справа или слева? Он со всех сторон, получается. А что у меня с дозиметром происходит сейчас? Ну, это означает, что зашкал пошел уже. Когда-то это был один из самых комфортных городов Советского Союза. Город атомщиков – символ развитого социализма. Теперь это словно декорации к фильму о постапокалипсисе. Но Припять сложно назвать мертвым городом. И Карусы, и Газели каждый день привозят сюда туристов. Сегодня из Польши и Германии. Припять преображается. Огромное количество смеха всякого, куча людей. Совсем картинка вот эта вот депрессия, она немножечко преображается, выглядит совсем иначе. Но изменения увидеть не так-то просто. Кажется, что здесь навсегда застыл 86-й год. Один день – 26 апреля. В этой школе все на своих местах. Словно у детей каникулы. И словно не было ни перестройки, ни распада Советского Союза. Граждане страны Советов. Всестороннее совершенствование социализма – кровное дело каждого. Вот газета от 23 апреля 86-го года. То есть за три дня до аварии. Первый микрорайон Припяти. Он ближе всего находится к аварийному энергоблоку. Я как раз находился в медико-санитарной части. Это было несколько лет назад. И случилось так, что я проходил по коридору и ощутил явное что-то присутствие. Я вообще человек не склонен к каким-то там верованиям в какие-то мифические существа, там, в призраке или еще что-то подобное. Но тогда мне реально стало страшно не по себе, потому что прошел такой холодный пот реально. В эту больницу 30 лет назад привезли первых пострадавших – пожарных, которые тушили реактор. Работали в обычной экипировке, которая не защищала от радиации. Здесь и сейчас фон зашкаливает. Один из самых загрязненных участков в зоне отчуждения. Вот здесь вот до сих пор сохранились такие вещи, которые очень сильно фонят. Например, вот кусок подшлемника пожарного. Сейчас мы проверим, какой у него фон. Ну вот, уже зашкаливает. 23 тысячи, 26 тысяч. В общем, лучше здесь, конечно, долго не стоять. Максимально допустимый уровень радиации – 30 микрорентген в час. А годовая норма для человека не должна превышать двух рентген. Больше – едва ли не стопроцентная онкология. Следующий пункт – четвертый реактор Чернобыльской АЭС. Сейчас здесь строят укрытие, новый саркофаг. Старый давно пора менять. Неподалеку река Припять. Здесь еще сохранилась железная дорога. Раньше по ней возили стройматериалы для энергоблоков станции. Теперь туристы кормят самов. Рыбу здесь ловить, конечно, не стоит, поэтому ее здесь так много. О-о-о-о-о! Ой, хороший! Давай еще. Дальше – обед по расписанию. Снова возвращаемся на станцию и идем в местную столовую. На входе – рамки дозиметрического контроля. Еще один увлекательный аттракцион. Ставим селопаков, лицом к табло и руки зажимаем по периметру. Смотрим на табло, которое перед вами. Загорается контроль. Когда загорается чисто, это означает, что можно пройти. Турник открывается, а вы проходите. Все, остановлюсь. Да-да-да. Сегодня в меню гороховый суп с куриной отбивной. Еда привозная, из экологически чистых районов. Верим на слово. А приятного аппетита? Да, приятного тоже аппетита. Приятного аппетита. Ужинаем мы уже у самоселов. Евгений Федорович и Галина Ивановна угощают вареньем из чернобыльских яблок. Свой дом после аварии они оставили всего на два месяца. Но вскоре поняли, что лучше смерть, чем жизнь вдали от родной хаты. Мужики плакали. Ходили по улицам, когда сказали, что все, Чернобыль эвакуируется. Какие здоровые мужики. Слезами умывались. И мы начали изобретать всякие там возможности попасть в Чернобыль. А я уже тосковал Чернобыль. И поддражаем предлогами. Перед Иваниями, милицейскую форму или по реке на ракете. Чернобыль самое важное. Туристам самоселы всегда рады. Соседние дома пустуют, общаться здесь не с кем. Ближайший город Славутич в 70 километрах. Его построили сразу после аварии на четвертом энергоблоке. Женя живет здесь с детства. Он ровесник чернобыльской аварии. Есть друзья здесь? Ну, они разъехались. Большинство в Киев уехало? Да, там в основном все. А с кем ты общаешься здесь? Почти не с кем. У Жени всего одна почка. Но это пустяки по сравнению с тем, что он мог не родиться вообще. Его маме, Светлане Захарченко, чудом удалось избежать аборта. Когда я уже родила, он был весь в мелкоточечной сыпи. Там сбежались все доктора, все посмотреть. Всем было интересно посмотреть. Я ж откуда у меня карточка была так красным. Перечеркнуто. Чернобыль. Потом в Припять Светлана с сыном приезжала лишь однажды на десятилетие трагедии. Заказали экскурсию. И после этого женщина поклялась больше никогда туда не возвращаться. Лишь украдка из своей бывшей квартиры вывезла вилку и термометр. В память об уже прошлой жизни. Он просто остался, он висел за дверями. И когда, видимо, чистили, его просто не заметили. И я уже как последнюю вещь, последняя вещь, то, что осталось в комнате, я его забрала. А вдруг он фонит? А может и фонит. На следующий день мы возвращаемся в Киев. Дальше дорога в Москву. Антон Юхименко же вновь собирается в Припять. Туристов всегда много. А теперь и подавно. 30 лет аварии на Чернобыльской АЭС. Илона Линард, Сергей Евсеев. Программа «Вместе». Украина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова